Букет, обратите внимание, вот у нас баночка будет где-то здесь, я вам сейчас покажу ее, она не должна быть крупная, всегда баночка должна быть в центре, вот посредине картона не делайте никогда, она чуть ниже будет, вот, и начинаем писать букет. Вот он, видите, я вам показал, это жиденько, давайте вот я покрою, вот обратите внимание, все закрывает, полностью букет, не волнуйтесь, все у вас получится. Саму баночку не обязательно сильно красочкой ее управлять, эту кисточку отставляете и берете поширить, как, еще не успели, поширить, сейчас мы фон раскроем и потом начнем записать. Немножко ультрамарина, это у нас фон будет, ну и заодно сплавим кусочки, желтая, немножко белил, да белил много, желтый чуть-чуть, ультрамарина тоже, вот обратите внимание, у нас и так как бы ультрамарина много, мы убираем белые. Баночку, ну, в принципе, можно, потом банку, не будем трогать, обратите внимание, какой тон, тон какой-то хороший, но уже на банке, блик, он должен быть самым светлым. Мы, конечно, тут разбавителя много очень идет, идет много разбавителя, жиденько раскрываем, сплавляем вот эти края, все сплавляем, если что. Потому что тогда мы, когда напишем, цветочек уже нам трудно будет сделать. Ну, я вот сейчас, когда, давайте, прям, например, с этой банкой, мы ее так сейчас немножко теплее тогда сделаем. Пусть она будет чуть-чуть теплее. Вот, как мы работаем. Мы работаем очень просто, легко. И вот по касанию холста я беру белил побольше, ну, это белая краска, я беру очень, но побольше, намешиваем, чтобы кисть попалась в краски, и смешиваем вот этот тон. Вот, как мы как-то сплавляем, вот этот сплавляем, и с этой стороны сплавляем, сплавляем, сплавляем. О, это может упадет, не падает пока. Это как просто. Убираем, готов к лучшему. Ну, мы в прошлом году подобную работу с вами писали. Вот, мы раскрыли, практически, мы раскрыли с вами работу. И сейчас мы с вами начнем писать. Вот, убрали микротрещины, все убрали. Очень эмоционально. Ох, как хорошо. Но ничего, по крайням, пока не тронет. Вот, давайте успевайте вот это раскрыть. Так проходят наши мастер-классы от Александра Максникова. Покажем из Дорожников по воскресеньям с 11 до 3 дня. Под его чутким руководством начинаем серию цветы на холсте. Каждое воскресенье мы будем писать новую работу. Осталось у нас, сколько встречи. Четыре воскресенья. Май месяц мы полностью посвящаем цветам. Яблоня, вишня, черенка, сурень. И сегодня у нас первый цвет. Лесные цветочки. Клевые цветочки, которые у нас только-только вот распустились. Вот они у нас. Сегодня мы пишем такой же цвет. Замечательный. Мастер-классов готовился. Он написал предварительно дома заготовку для того, чтобы показать, что будет в итоге. И как пример пословно мы пишем на холсте. Вот эту работу мы начали. Наши ученики. Да, будем обязательно. Потому что 300 лет. Наши ученики пишут по-другому. Сначала работа. После того, чтобы мы так куплены. Продолжим дальше. Ну, изначально дороги. Одним словом, мы поработаем. Пишем на холсте. Пишем на холсте. Пишем на холсте. Края размазать, да? Да, да, да. Все размазывать. Очень сильно размазывать. Я вот посмотрел, там у меня кое-какие пушки остались светлые. Вот я их убираю. Нет, имею в виду синего с края. Да, да, да. Смазываю. Сейчас мы с вами начнем. Темный. Еще раз. Еще раз проходит зеленый. Зеленый, темный. И начинаем прорисовывать веточки, стебелечки. Стебелечки, которые в баночке, их нужно немножко, наверное, прижелтить. Ну, давайте я прижелчу тут немножко. Видите, я прижелтил. Вот, прижелтил. Ну, а тут просто темный кобальт. Сейчас по букету прорисуемся. Такое, где оставим, ровненькие. Вот мы начинаем прорисовывать стебелечки, веточки, стебелечки, веточки. Так вот у нас вот идет сюда. Знаете, почему хорошо работает? Вот сейчас пишется кобальт тут. Почему хорошо пишется? Знаете? Потому что мы раскрыли. Мы работаем по сырой, жидкой поверхности. Красочка хорошо ложится, но она плотная. И вот эти, так как сказать, как черепчик, забываю как их назвать, на которых голубенькие стебелечки, да? Они тоже будут интересны. Вот там они неслим, видите-ка. Не торопитесь. Вот у нас получается букет с вами практически. Вот получается букет. Где-то остальные, очень маленькие кусочки. Из-за студии для взрослых, доказательных дорожников, Челюскинцев 102. Ждем вас по воскресеньям с 11 до 3. Удивительный мастер-класс. Весь месяц в мае мы будем писать цветы. Цветы у нас будут каждое воскресенье новые. Новая постановочка, холст масла. Очень интересная группа работы. И вы можете присоединиться к нам и для себя создать целую серию букетов. Город Екатеринбург, Челюскинцев 102. Из-за студии для взрослых, ДК-шедженников. Тень очень хорошо, эта кисточка. Смотрите, тень я сразу, тень-то как бы делаю. Из-за студии именно Юрия Кондатча-Киселева. Нам уже около 100 лет. Мы всегда здесь в ДК. Многие о нас не знают. Работаем просто легко, чтобы букет был открытый, насыщенный, жизнерадостный. Мы не рисуем фотобукет. Мы рисуем букет первого цвета, первого медуницы, чтобы он играл вот такое особое настроение у него было. Вот сейчас мы начинаем уже писать. Вот они, кисти, видите, вот они. Вот я вот эту, наверное, возьму кисти, кисти. Я беру фиолетовую. Фиолетовую какую-то там, я не знаю. Фиолетовая, фиолетовая. Вот она, фиолетовая. Ах, хорошенько, какая фиолетовая. Ой, какая фиолетовая хорошая. Добавляю фиолетовую екатеринбург-кунтрамарина. Фиолетовая темная, кстати, не светлая. Фиолетовая холодная. Вот она какая фиолетовая. Вот она, видите. Погнали. Вот она, хорошо пошла. Как прямо, как будто тут и была. Видите, как все просто. Напишем его. Пишем, 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 пишем. Вот она, вот она, фиолетовая. Погнали, понятно, да? Фиолетовая. Вот я немножко. О, не должен быть сильный. Такой еще. И чересчур, как-то, как-то, как-то. Ну, тут можно потемнее где-то. Видите, я промахнулся, надо еще потемнее. Всегда тишите букет плотнее. Почему? Потому что сверху мы светлой красочкой будем делать. Так, вот тут можно уже и внизу. Набросать. Ну, а почему бы и нет? Можно, 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 можно. Можно, можно. Вот так вот, видите, как-то. Набросать, набросать. Так. Ну-ка. Вот такая у нас замечательная палитра. Фиолетовую краску можно делать с красной, с синей, с белил. Но желательно купить в магазине готовую. Сейчас очень большой выбор красок в городе Екатеринбурге. Лавка художника, асалон. Асалон художник. Леонардо. Магазин такой есть. Там тоже очень много всего. Все доступно. Вот наш букет. То, что мы набросали внизу. Цветочки. И сам букетик. Посмотрите, какая красота. Первые цветы нашей весны. Сегодня у нас... У меня вообще... Какое сегодня число? 7 мая. Накануне 9 мая. Вот такой праздничный букет. И букет, который написал мастер для того, чтобы показать, что должно получиться примерно. Вот. Холст масла. Изучаем масляную живопись. Вот наша студия. Мы в ней занимаемся. Ставим натюрморты на неделю. У нас занятия обычные. А по воскресеньям мастер-классы от Александра Мецникова. Такие вот послушные, идеальные ученики. Сидят и работают. Ну что, можно начинать? Ну, давай, начинай. Так, берем желтую. Ой, подожди. Началась. Немножко они не успевают. Желтую. Я желтую с синей мешаю. Ладно, дружку. Паша, спиной не закрывай, пожалуйста. Ну да. Немножко берила. Сейчас мы будем первую, как бы сказать, первую часть. Желтая, синяя, кобальт. Берем. Обратите внимание, мы работаем почти на очень сдержанных тонах. Ну, такая вот зелень должна быть. Вот, дайте я вам покажу сейчас, как листочек. Вот. Видите, да? Видите? Вот она, зелень-то какая-то. Да. Та, которая тут, листочки. Вот они. Это первые листочки, которые... Основные цветы мы будем писать мастихином. Вы их закрываете, как бы, пусть они там где-то осколками, как выглядят, как камушки какие-то. Не надо этого. Оно не нужно. Абсолютно. И веточки пошли, да, у нас? Да, да. Ну, что-нибудь говори, чего вам учишься? Вот я, когда пишу вот эти, так сказать, листочки, на светлом фоне они тёмные, а на тёмном фоне светлые. На светлом фоне тёмные. Вообще. Так. Намешиваем. Главное, вот, на переднем плане холста, так называемого. Мы где-то чуть-чуть посветлее возьмём. Вот она стебельная. Мы уже густо берём краску, наворачиваем её кисточкой, да? Где-то посветлее. Хорошо, пошёл. Работать мягко. Вообще всегда пищите букеты а-ля прима. Тогда они будут у вас шикарные, лёгкие. Тогда они вообще промахнут. Если большой натюрмор писать, сложный, и ставить, это другое, там уже другая задача выполняется у художника. А такие букеты нужно писать на одном дыхании. Чтобы была весна. Видите, веснашка была. О, мы с вами как. Вот так вот. Стекло я пока не трогаю. Баночку мы в конце её. Она не главная банка. Она есть, но она не главная. Главное это букет. Кувшин, банка. Тут цветочки надо. Ага, вот они. Нормально. Пока не будем сильно их, это, светлеть. Мастихином? Да, мастихином, друзья. Только мастихином. Ни в коем случае не кисточкой. Ну, у кого нету, конечно, можно кисточкой. Как вы будете? Кисточкой или мастихином? Мастихином. Как скажете. Как скажете? А у вас что, своего мнения нету? Вот я белила ещё, выдавлю. Стюбик белил, только ахнул. Ух, видите, красный. Да, да, да. Не знаешь, спрашиваю мастера. Вы знаете, вот первое намешивание краски, оно становится такое ритуальное. Так, намешали. Ага, вот тут. А здесь вот у нас, смотрите. Ага, о, вот он. Видите, кусочек. Отлично. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он здесь. Ай-яй-яй-яй, хорошо, как вот он. Видите, здесь. Вот отлично. Просто замечательно. Так. Вы не ищите анатомию рисования цветка. Мы его, как бы, хаотично накладываем. Это потом уже, когда работа будет завершаться, вы возьмёте маленький один цветочек, подставите его, и будете уже пририсовывать куда-то, чтобы он был как живой какой-то. Краску накладываю густо. Вот она, густо накладывается краска. Очень эмоционально. Вот мы сейчас вот начинаем писать. То есть мы, получается, что половина занятий, у нас была мощная подготовка. Подготовка мощная. Вот он пошёл, букет. Пошёл. Так, тут у нас... Долго сохнуть будет. Ну, это да. Сохнуть будет долго, неправильно сказали. Ну, наши занятия до 31 мая, поэтому 31 мая всё высохнет. Которые упали, ты будешь объёмно делать, что вот они на переднем плане лежат? Кто? Ну, лепесточки на переднем плане, которые упали на столе. Будешь их мастихином делать? Будем. Обязательно будем. Вот они здесь. Давай, попробуй, как пространство сразу появится. Вот они упали на стол. Стали объёмные. Красота. Ну, это не главное. Главное, это верхняя часть. Это у нас первый такой вот. Мы раскрываем, и каждый цветочек должен быть ярким. Мы ещё потом посидим. Уже какой-то образ создался, уже красота. Уже чувствуется, что это живой букет, это живых цветов. Самое главное, что мы... Давайте вернёмся к нашему букету. Идём к его камерой. Вот он. Вот эти цветы, которые мы пишем мастихином. У кого нет мастихина, прямо сегодня езжайте в салон и купите его. Купите несколько мастихин. Ну, разных. Чтобы были разные мастихин. Делаем. Ну-ка, как. Взяли красочку посветлее и посветлее, да, цветочек делаем? Да. Почему молчишь, ты говори, давай. Мы берём ту же краску, только ещё чуть-чуть светлее, добавляем немножко белину. И вот смотрите, как я накладываю. Я беру вот так вот, как бы делаю свет на цветочке. Свет делаю. Мастихином делаю свет. Свет делаю. И у нас получается такой, чтобы огромненькая боскость была и так далее, получается это интересно. Да, это не так-то просто. Ну, пусть так останется. Вот так хорошо же. А зачем убираешь так? Пусть светленький такой будет. Мы ещё солото, мы сейчас так вернём, потом ударим по банке. Не, очень красиво. Это идёт на одно занятие. Да, одно занятие. Занятие у нас по воскресеньям с 11 до 3. Каждое воскресенье это новый букет. Весь май месяц мы приглашаем вас за 1000 рублей. Абонемент. Ходи хоть каждый день. Но мастер-классы мы проводим только по воскресеньям. Но фиолетовый я немножко использую, не везде. На неделе можно писать, но тюрьморды, управлять мастер-классы, которые не дописали, не успели. Работать здесь в мастер-классе. с 5 до 8 часов. Система. Вот у нас мастер-классы пошёл. А неплохо, кстати, как-то решение пришло. Каждый букет это своё решение должно быть. Да. Вот так у нас красота такая получилась. Я думаю, что где-то с синими цветами надо и остановиться. Видите, на структуру холста, текстуру краски. Смотрите, как перемешалась красочка вот в этом месте. мастер-классе. Мастер-классы только можно так сделать. Тут и белая, и ультрамарин, и голубая, и фиолетовая, и светлая фиолетовая. Сразу сколько оттенков. Вот так мы работаем. У нас уже движется работа. Уже почти всё сделали. Осталось немножко. Чуть-чуть. Марина, отодвиньтесь, я вас снимаю. Картинку покажите свою. Лево отодвиньтесь. Ага, отлично. Прекрасно. Чудо просто. Вот она как старается. Молодец. Так, поехали дальше. Вот тоже. Лида у нас хорошо занимается. Прямо не букета, целое дерево получилось. Перед этим рисовали дерево. И как будто мы повторяем эту тему. То есть маленький букет, это то же самое дерево получается. Эльвира у нас молодец. Талантливая очень. Начинали с нуля. Все к нам приходят, ничего не умеют, но очень хотят заниматься. И вы приходите. Не стесняйтесь. Мы вас ждём. Вот. Вот что значит масляная живописи на стихе. И не жалеть краски. Вера Андреевна у нас просто молодец. Красота такая прям. И вот не стирайте их, не замазывайте, пусть они останутся. Где-то вот сейчас уже остановитесь, будем жёлтенькие делать. У нас ходят разный возраст. И пенсионеры, и молодёжь. И детки ходят в 4,5 лет. Им очень нравится здесь играть фруктами, овощами, реквизитом. Бегать по аудитории. В сирене букеты не было. Животных. В сирене букеты. Животных рисовать разных. Ёжиков, зайчиков, чучела у нас есть. Все очень довольны. Добавляем белила, жёлтый. Ну и немножко той краски, которую мешали. Это синий. Жизнько развожу. И начинаю прорисовывать стебелёчки. Совсем тонкую. Да. Второй один номер. Первый второй номер. Второй один номер. Первый второй номер, говори. Первый с жёлтым. Да, вот она. У нас язык очень интересный. Второй один номер. Жёлтый отродил. Самый тонкую кисточку. Можно даже, знаете, купить такую кисточку, которая с длинным волосом. Если будет возможность, покупайте. Как раз для веточек хорошо. Жёлтый, белила. Ну и тут, на берегене платье, давайте я вот эту веточку сделаю. Она подсельдит. Теперь где-то здесь у нас такой стебелёчек. Ну, можно, конечно, черенком, но он такой черенок, тут он белый это создаёт. Нам тут, чтобы белого больше не было. Это мы череночки делаем под жёлтую, под жёлтые цветочки. Вот они здесь. Если мы выходим с вами за рамки этого натюрморта, вот, например, я стебелёчек здесь вот, они потоньше. Тебеточки идут. За рамки стебелёчка. И тут он у нас где-то выходит. Выберём потемнее немножко. Там у кого касание утрамарина очень тёмное, но мы потом приглушать будем красочкой. Я имею в виду вот это, как бы, фоном. Мы здесь немножко приглушим утрамарин этот. Мастикином берём жёлтую краску, немножко добавляем, немножко добавляем берём, чтобы они были самые светлые. Ну, вот, давайте вот так вот. Видите? Один цветок, один удар. Вот так накладываем потихоньку, лепим форму, стараемся не разрушить тот красочный слой. Видите, вот немножко замазался. Мы потом кисточкой будем исправлять этот цветок. Ничего страшного. Один раз, вот так вот. Так же, как синий, только жёлтый. Давайте. Да, да, да. Делайте. Вот. Пусть будет. И чуть-чуть под это подровняйте его. Зацепите оттуда. Так. Не торопитесь. Вот. Теперь в другом месте. Это ставьте. Оставьте это. Потом, если что, лезвием срежем. Лежим краской. Ты молодец сегодня. Ну, букеты писали все, потому что это классно. Художник отдыхает на букетах, проверяет мастерство своё, или готовится к серьёзной работе. Сам факт, что это какое-то произведение, которое, ну, так сказать, музейное. Нет. Это, в основном, художник создает для того, чтобы расписаться. Как ты зачерпываешь? Вот так мы зачерпываем, так держим мастерин. Видите, намешиваешь. И вот так зачерпываем. Кисть попала с краски вот так. Вот я даже добавляю немножко, чтобы желтый, видите, глубокий такой цвет. Сделаю. Ну, там где-то в глубине. Так, вот здесь вот, наверное, а? Так. Где-то здесь можно. По краям. И чуть-чуть даже перемешиваю с той красочкой, чтобы мастеринка вышла. Поставлю блик сначала на банке здесь. Можно, да? Да, окей, давай. Пошёл. Пошёл процесс. Так. Теперь эту белила я добавлю немножко жёлтой, синенькой и засвечу стекло. Так, ну вот здесь, с этой стороны давайте. Умненько, чтобы она была. А потом мы напишем эти корешки и напишем. Стекло мы сейчас пишем. Ух, стекло. 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 Теперь я беру тонкую кисть сразу же и поправляю череночки. Череночки внутри. Вот они здесь. В воде. И немножко, как продавливаешь их внутрь, да, в красном, получается, прожилочки такие, дорожки такие, получается, рельефные. Теперь мы берём мастихин и вот я беру чёрную краску. У меня там чёрная что-то засохла, там нет. Беру чёрную краску. Вот она здесь. И смотрю, самая тёмная будет где-то здесь. Так. Ух ты. Вот она чёрная красочка. Кисточка. Мастихин? Мастихин, да. Мастихин. Если что, через чёрную тёмную, я, ну, так сказать, процарапаю, видите, чёрный цвет, букетик. Отлично. Теперь, после того, как я сделал, успели, нет? А ещё не успели. Сейчас мы поправим всё рецеплан и работа будет завершена. Брик. Так вот. Банки. Может, поярче взять? Ну, можно поярче, просто у меня влюбления нет. Так ты их выдавливай. Всё, кончились. Всё. Всё выдавил. Всё, что можно, выдавил. Так, теперь я беру тонкую кисть и на них вот тонкой кистью, давайте я вот эту возьму тогда, где она, а ну вот эту давайте. Только кистью повставлю ещё тут вот цветочки кое-где. Тут вот попадали лепесточки. То есть мы стихиным делали, а сейчас мы делаем кисточкой, проходим по всей работе, да? Проходим по всей работе, кстати. По всей работе я сейчас поправляю. лепесточек. Так вот, так вот, где-то здесь засветил, где-то здесь засветил, где-то здесь засветил. Это каким цветом, да? А желтенькое, белое, немножко белое, желтенькое. Вот так вот поправляю, видите, вот по этим. Ты сказал, ещё какие-то ветки, которые выглядывать будут из букета? Да, вот они, я просветываю. делали уже. Я уже делал. Это белым делали просветы? Да, 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 это вот позже. А, ну, получается, ты с банки взял, как бы, краску и использовал ее в просветы, чтобы колорит, да, сохранить? Да, 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 да. Вот баночка тут вот, она пошла. По завершению работы, вот я сейчас уберу ультрамарин. Ну, лучше ультрамарин, конечно, синий. Давайте здесь напишу. Царапать не будем. Всё. Вы ещё успеете сорвать или посмотреть в интернете медуницы, и какой-то первый ближайший к вам цветочек, или который упал, взяли его и прорисовали. Или написали капельку воды, или написали какого-то насекомого, или прорисовали жёлтый лепесточек. Ну, это уже делают. Но первое вот это состояние букета должно быть вот такое, оно как бы, как взрыв происходит. Это должно быть состояние. Но он должен быть весь холодным. И благодаря вот этими царапами мы и фона сделали холодный. И нижний час, и вот такая вот простая баночка. Вот всё холодное. Он создаёт холодный колорит. И потом берём тонкую кисть и смотрим по всей работе. Осталось тут немножко и поправляем. Например, я беру сейчас этой же красочке, которая на мастихине у меня была. Я беру и её поправляю. Вот так. Где-то падает лепесточек. Летит движение. Я помню, ябленьку делу. Вот она, лепесточек. как бы поправляю, исправляю. Всё. Вот по всей работе прохожу. По всей работе. И работа у нас завершена. Ну, как бы до определённого такого момента. Буфе должен быть таким вот лёгким. И по краям, у меня к вам просьба, по краям, вот я там говорил, вот этот утрамарин немножко уберите зелёненькой красочкой. Пусть этот утрамарин будет внутри. Вот я его, видите, убираю. Утрамарин по краям. Потому что мы когда делали подмалёвок, он нужен был. А сейчас он нам, мы его приглушаем. И у нас вот такой, как бы, собирается букет. Он уже собрался. Он уже собрался, собрался. И на Новый год зимой в раму его одеть. И будет вот эта работа.